МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущему аэровокзальному комплексу, который строят в аэропорту Магадана, может угрожать оттаивание вечной мерзоты. Комплекс турецкая компания возводит в месте, где половина фундамента расположена на линзах, а вторая на оттаивших грунтах. Подрядчики говорят, что учитывают это обстоятельство, углубляют фундамент и создают подушку. Но ученые считают, что гораздо безопаснее строить здание на сваях, либо перенести его на 50 метров в сторону, чтобы оно полностью располагалось на оттаивших грунтах. В нынешнем же варианте повышение среднегодовой температуры воздуха или подтопления приведет к необратимым последствиям. Здание Госбанка – одно из немногих в Забайкале, которая за 100-летнюю историю сохранила не только свою функцию, но и прекрасный внешний вид. Как удается поддерживать памятник архитектуры в таком состоянии, узнали читинские журналисты. История Госбанка начинается с 1884 года. Однако собственное здание на улице Анохина банк получил только в 1908 году, когда банковская система в Чите прочно встала на ноги. Что самое интересное, здание построили всего за полтора года, а смета в 114 тысяч рублей не была превышена даже на копейку. Проект разработал архитектор Федор Пономарев. Кстати, не все знают, что в 1972 году к банку сделали пристройку. В 1999-м ее реконструировали с учетом декоративных элементов исторического здания. На бывшей гладкой стене появились рифмующиеся элементы, редкие, но удачные примеры реконструкции фасада. Ведь оба здания кажутся сейчас единым целым. Внутри сохранились залы, лепнина, полуколонны, великолепные люстры и камины. И даже к резному металлическому ограждению здесь особое отношение. Есть тут и музей, в котором можно узнать о становлении банковского дела в России, увидеть денежные раритеты и подлинные столетние экспонаты. Вулкан Шевелуч в ночь на вторник начал извергаться на Камчатке. Вулканическим пеплом засыпало несколько поселков. Школьников перевели на дистанционку. Извержение Шевелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии. Высота пеплового облака составила 15 километров. Из-за выпадения пепла и мокрого снега без электричества остались два населенных пункта – поселок Козыреск и село Майское. Шевелуч находится на расстоянии 440 километров от Петропавловска-Камчатского и является одним из самых крупных и самым северным действующим вулканом полуострова. Ученые прогнозировали мощное извержение Шевелуча за много месяцев до его начала. В Южно-Сахалинске кошка родила котят, а потом едва не потеряла детенышей из-за человеческой черствости. В одном из подъездов города кошка забралась в детскую коляску и там принесла потомство. Люди искали им передержку, но никто не отозвался. Тогда зоозащитники решили забрать их к себе и приехали по адресу. Они нашли там только мамашу. В то же время в соцсетях появилось объявление – в Луговом на улице оставили сумку с пятью маленькими беспомощными котятами. В итоге семья воссоединилась и все переехали к зоозащитникам. Волонтеры говорят, что кошки сложно выкормить столько детенышей самостоятельно, поэтому купили в помощь смесь. И теперь принимают в подарок детские мясные пюрешки. В Арсении демонтировали парк аттракционов. Ему исполнилось почти 40 лет. Последние три года парк был закрыт. И в аренду его никто не хотел брать. Оборудование устарело. Содержать и эксплуатировать его стало небезопасно. Городские власти решили списать аттракционы, демонтировать их и освободить площадку. Историческое видео крушение самой большой конструкции – колеса обозрения – разошлось под соцсетям молниеносно. Чёртово колесо падало эпично. Как говорят работники компании-подрядчика, сделали это своевременно. Металл мог не выдержать нагрузку аттракционной работы. Многие арсенивцы в ностальгическом настроении. Для них этот аттракцион был напоминанием о молодости и счастливых временах. Смекалистые жители стали съезжаться на место демонтажных работ. Отдельные конструктивные детали вполне могут послужить фотозоной или элементом украшения дачного участка. В городской администрации сказали, что им важно как можно быстрее очистить территорию, чтобы привлечь нового инвестора.